Если говорить о лучшей пище для исцеления и ремонта тела, особенно после тренировки, но также после чего угодно — стресса, травмы, операции, то это, несомненно, красное мясо. Недавно я снял видео о том, какие виды белка полезнее при тех или иных проблемах с телом. Одни полезнее от воспаления, другие — от чего-то ещё. Но что касается исцеления и ремонта в целом, мясо животных, в частности красное мясо, находится на первом месте. Ведь в красном мясе не только больше всего белка, в нём есть и другие потрясающие нутриенты, о которых я расскажу, и вас это поразит. За 30 с лишним лет практики я не видел ни одного человека, у которого была бы аллергия на мясо. У кого-то была аллергия на арахис, на яйца, на морепродукты, на моллюсков, на пшеницу или на сою, но не на красное мясо. И то, что мясо оклеветали и представили злодеем, ещё не значит, что вы должны есть меньше красного мяса, чтобы стать здоровее, или что это повлияет на изменение климата, который, как мы знаем, ухудшает коровы, что совершенно абсурдно. И уже одно то, что господствующая точка зрения предписывает нам не делать этого, указывает на то, что истина в обратном. На деле трудно исцелить и отремонтировать тело без животного белка, особенно красного мяса. И сегодня я это докажу. Так вот, в прошлых видео я говорил о яйцах, и я ем много яиц, и яйца — превосходная пища. Но если сравнивать яйца с мясом, между ними есть важные различия. Об этом мы сегодня и поговорим. Я также говорил о пользе лосося и другой рыбы. А рыбу я тоже ем один-два раза в неделю. В лососе и сардинах очень много омега-3 жирных кислот, и они полезны. Но в красном говяжьем мясе больше белка и много других нутриентов, помогающих исцелению, если смотреть в целом. Я считаю, что из всего, что нужно для процесса исцеления и ремонта тела, нам нужны аминокислоты, нам нужен биодоступный белок, а это животный белок, и нам нужен концентрированный белок. И если сравнить красное мясо с яйцами, концентрация аминокислот в красном мясе в два раза выше. Также в красном мясе в полтора раза больше железа, в 2,2 раза больше магния, в 3,7 раза больше цинка и в 50 раз больше витамина В3, чем в яйцах. В нём в два раза больше витамина В1, в 4 раза больше В6, в 2 раза больше В12, в 4 раза больше витамина К и в 5 раз больше омега-3 жирных кислот. Соотношение жирных кислот лучше, но только не в мясе, подвергшемся технологической обработке, животноводческих ферм. Я говорю о говядине травяного от корма. Она лучше даже в сравнении с пастбищными курами, ведь им всё равно дают зерно, а это нарушает соотношения омега-3 и омега-6. Тем не менее, яйца — это тоже хороший источник белка. Кстати, в говяжьей печени в 73 раза больше витамина А, чем в яйцах. Один из нутриентов, которого в яйцах больше, чем в говядине, — это холин. В яйцах в 2 с лишним раза больше В2, и в них намного больше фалатов. В яйцах в 12 раз больше фалатов, чем в говядине. В говядине есть одна вещь, которую я считаю решающим компонентом. На самом деле их 4, и я о них расскажу. Первое вещество — это карнитин. Это вещество, которое помогает транспортировать жир в клетки, в энергостанции под названием митохондрии, чтобы мы получали больше энергии. Итак, без карнитина клетки не могут получать энергию из жира. Карнитин даёт нам быструю энергию, когда мы тренируемся. И поскольку этот процесс транспортировки топлива в митохондрии очень важен, карнитин абсолютно необходим для исцеления и ремонта наших тканей. Таким образом, нам нужны не только все незаменимые аминотислоты, как сырьё для создания белков, не только для мышц, но и для всех биохимических процессов. Нам нужны и другие вещи, например, витамины, о которых я сказал, — это кофакторы, а также средства транспорта, чтобы тело могло получать энергию из сырья. Если сравнить, скажем, 100 грамм красного мяса и 100 грамм яиц, в мясе 150 миллиграмм карнитина, а в яйцах его только 7 миллиграмм. А больше всего карнитина в баранине. Но говядина в этом плане на втором месте. Так что красное говяжье мясо на одном из первых мест по содержанию карнитина. Следующее вещество — креатин. Креатин даёт нам быструю энергию. Он может служить топливом для выполнения очень-очень интенсивных взрывных движений. Креатин нужен для тренировок и других физических нагрузок. Поэтому многие культуристы, тяжелоатлеты и другие спортсмены принимают его в виде БАДа. Но представьте себе, из всей пищи, которая только есть на планете Земля, больше всего креатина в красном говяжьем мясе. Итак, креатин даёт нам больше энергии для исцеления и ремонта тела после тренировок. Следующее вещество, о котором я расскажу, и по содержанию которого, кстати, красное говяжье мясо просто вне конкуренции, называется карнозин. Карнозин нормализует pH при его снижении из-за молочной кислоты, затесляющей мышцы. Итак, если вы тренируетесь, карнозин помогает нейтрализовать молочную кислоту, и вы можете тренироваться дольше, ведь низкий pH снижает уровень кислорода в мышцах. Итак, карнозин нормализует pH, действует как антиоксидант и способствует восстановлению после тренировки и исцелению тела в целом. Карнозин даже снижает уровень так называемых КПГ. КПГ, я объясню этот термин, не знаю, знаком ли он вам, это конечные продукты гликирования. По сути, этот заумный термин означает, что молекула сахара связана с молекулой белка, и всё это как бы застряло в теле. Эти КПГ как бы создают закупорки в теле и мешают ему выполнять свои функции. И обычно КПГ образуются из-за избытка сахара в рационе. Так вот, карнозин помогает избавиться от КПГ. Так что он считается антивозрастным средством, он продлевает жизнь. Из всего, что мы можем есть, больше всего карнозина в красном говяжьем мясе. А ещё есть кофермент Q10. Что это? Это нутриент, который помогает митохондриям, нашим электростанциям, где пища превращается в энергию. Больше всего кофермента Q10 в субпродуктах, таких как говяжья печень, это точно. Но он есть и в самом мясе. Он также есть в рыбе, в яйцах, но в субпродуктах его больше всего. Итак, в общем говоря, когда-то, когда я был очень-очень болен, я наткнулся на кетоденную диету, низкоуглеводную диету. И бифштекс из мяса буйвола был первой пищей, после которой я почувствовал себя отлично. Я на самом деле исцелился благодаря бифштексам из мяса буйвола и из говядины. На самом деле, я по сей день чувствую себя лучше всего, когда ем красное мясо в виде бифштекса. Я также ем стейки и всё такое. Я чувствую себя отлично после красного мяса. Если вам надо восстановиться, особенно после тренировки или после травмы, вам реально надо подумать о том, чтобы есть больше красного мяса, есть его чаще. И бифштекс хорош тем, что в нём немного больше жира, чем в более постных кусках мяса. И вам нужно знать всего две вещи, связанные с трудностями усвоения красного мяса. У людей, которые не любят красное мясо, на самом деле низкая кислотность в желудке. С возрастом у человека становится меньше желудочной кислоты, и красное мясо нравится ему всё меньше. Он его на самом деле не переносит. Решение здесь очень простое. Просто принимайте бетаиногидрохлорид с едой. Ссылка внизу. Три-пять капсул перед едой. Его не нужно принимать вечно, в районе месяца. В результате кислотность в желудке начнёт повышаться. Вы будете намного лучше расщеплять и переваривать красное мясо, и вам станет лучше. С возрастом его труднее переваривать из-за нехватки кислоты в желудке. Этому также сопутствуют газы, несварение, определённо кислотный рефлюкс, а также герб. Всё это признаки низкой кислотности в желудке. Надо не избегать красного мяса, а просто восстановить способность желудка его переваривать. И последнее. Есть генетическая проблема, при которой человеку трудно выводить из тела железо. У него в теле накапливается железо. Если у вас есть эта проблема, то, возможно, красное мясо вам не подходит. Возможно, вам стоит есть птицу или яйца, разные источники белка, в которых мало железа. Но остальным очень советую красное мясо. Даже если вы теряете много крови во время менструации, красное мясо — лучшее решение для вас, ведь у вас, вероятно, есть небольшая анемия. А красное мясо — лучший источник железа и B12 в лучшей форме. Надеюсь, я дал вам более чем достаточно данных. Попробуйте и посмотрите, поможет ли это вам. Я ем много красного мяса в виде бифштекса регулярно. Конечно, мне повезло, у меня есть своя скотина. Но вы можете покупать мясо на фермерском рынке или из разных интернет-магазинов. Например, один хороший магазин — US Wellness Meats. Дам ссылку и на него. Если вы не смотрели мое видео о белке и других конкретных проблемах с телом, вот это видео. Обязательно посмотрите. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok